Вообще я ожидала, что школа аналитики будет, как и другие школы, интенсивное обучение за неделю, например, и будет все интенсивно, будет огромный networking, потому что были приглашены эксперты из стран Центральной Азии, также участники были очень интересные, профессионалы своего дела. Во-первых, я ожидала, что я прокачаю свои соц. скиллы, например, как общаться с людьми и также как делать статьи, но было большим сюрпризом и вообще радостью то, что тут еще была программа дата аналитики, которую ввела Савиа Хасану, это прям было очень так классно. Моя статья называется «30 лет земельной реформы и как она влияет на бедность». То есть я делаю именно анализ стокосрочного эффекта земельной реформы на бедность в Кыргызстане. Как мы знаем, вот после распада СССР Кыргызстан стала первой страной, которая перешла на рыночную экономику, чтобы вытащить экономику из кризисной ситуации, ну, бедности. В общем, я сейчас делаю анализ, смотрю, реально ли это помогло или сделали хотя бы какой-нибудь вклад в борьбе с бедностью или это было неэффективно. Потому что Кыргызстан остается страной, которая все еще имеет такую весомую долю бедного населения в Кыргызстане. И земельная реформа также стоит остро, потому что бедные люди не только обделены доходом, но и источником дохода. А для сельскохозяйственной Кыргызстан земля является прям таким основным источником дохода для многих людей. Вообще школа была, как я уже сказала, интенсивной. Программа была с утра до вечера, мы учились, да, типа, пожалуй, сейчас. И на самом деле нам вот сказали, сделали список всего, что можно посетить в Алма-Ате. Алма-Ата, как раз, это очень красивый город, это впервые. И можно было бы это все посетить, но мне кажется, нужно для этого отдельно приезжать, потому что мы выходили вот вечером, и уже все было закрыто. Мы могли погулять или сходить в рестораны, например, покушать, тут гастрономический тур устроить. Из активностей мне очень понравился Куиз Найт, интеллектуальный град на Амбийском, там было очень весело. Также первый день мы сделали такой нетворкинг-ужин, там, где мы пели свои национальные песни, танцевали. Также были презентации стран, наши коллеги из других стран очень серьезно подготовились, они принесли гостинцы, угостили нас, еда, это всегда приятно. Вот, и еще были кто в национальных костюмах, очень красивые. Я еще больше познакомилась с культурой других наших соседних стран. И вот будущим специалистам, которые думают о карьере исследователя, аналитика, журналиста или вообще интересуются аналитикой в их странах и хотят в свободное время писать статьи, такие аналитические, советую поступать в школу Кабар-Эйжа, потому что это такая огромная платформа в Центральной Азии во всей, которая делает очень хорошие материалы и даст вам возможность найти своих читателей, свою публику, которая вас будет поддерживать, и, возможно, это ваш путь, вам это понравится.